Здравствуйте, меня зовут Наталья Павлев, я врач-диетолог. Сегодня я хотела бы поговорить про горький шоколад. Горький шоколад это продукт, прежде всего, состоящий из какао-бобов. По стандартам он должен состоять на 55 процентов и больше из какао-бобов. Обычно в состав горького шоколада входят какао-масло, какао-тертое и сахар. Нежелательный компонент горького шоколада это какао-велла. Это продукт отхода какао-бобов и лучше, чтобы она туда не входила. Чем больше находится продукции из какао-бобов в шоколаде, тем лучше. Количество сахара в горьком шоколаде может быть разным, но чаще всего это от 17 до 30 грамм. Так вот, горький шоколад это полезно или вредно? Горький шоколад можно назвать нейтральным или слегка вредным продуктом. Все зависит от того в каком количестве вы его употребляете, когда и каким будет остальной рацион. Чем полезен шоколад? В сравнении с другими сладостями шоколад богат полезными веществами. Это пищевые волокна, железо, магний, марганец, медь, а также разные антиоксиданты. То есть это катехены, полифенолы и флавоноиды. Поэтому в сравнении с остальными сладостями шоколад безусловно выигрывает. То есть, например, если сравнивать карамельку и горький шоколад, то горький шоколад будет, безусловно, полезнее. Однако в шоколаде эти вещества содержатся в не очень большом количестве и рассматривать его как основной источник, ну и вообще как источник этих веществ не стоит. Потому что для того, чтобы получить их в достаточном количестве, надо съесть около 100 грамм шоколада. А это очень много. Если мы съедим 100 грамм шоколада, у нас будет превышение по жирам и по углеводам за день. А именно по сахарам. И это не очень хорошо. Так вот, есть данные, то что шоколад помогает снизить высокое артериальное давление, помогает уменьшить процессы воспаления в организме, помогает для улучшения липидного спектра крови, то есть улучшить холестерин. Он помогает снизить окисление плохого холестерина и увеличить количество хорошего холестерина. Также шоколад помогает для деятельности мозга, он ее стимулирует. Шоколад помогает снизить риск заболевания сердца, а также есть данные, то что флавоноиды из шоколада помогают увеличить чувствительность к инсулину и снижают риск сахарного диабета. Однако тут стоит понимать то, что это именно данные по флавоноидам, а не по самому шоколаду. Здесь все зависит от того, сколько шоколада съесть. Если шоколада съесть 6 грамм, возможно он будет помогать. Если его съесть 100 грамм, однозначно это будет вредный продукт для человека с сахарным диабетом. Отрицательные свойства шоколада связаны с тем, что в нем очень много сахара и много жиров. Как сладость шоколад будет увеличивать риск кариеса, риск переедания и как следствие риск набора веса и хронических заболеваний, особенно если его есть в большом количестве. Избыток жиров это вторая проблема, связанная с шоколадом. В разном шоколаде может быть разное количество жиров, но как правило это от 36 процентов до 50 процентов. То есть, если мы съедаем плитку шоколада, мы с этим шоколадом получаем половину нормы жиров за день. Это очень и очень много. В шоколаде содержатся кофеин и теобромин, это алкалоиды. С одной стороны, эти вещества как раз и связаны с тем, что шоколад улучшает работу головного мозга, но с другой стороны, эти вещества в большом количестве вредны для здоровья человека. То есть, при употреблении шоколада желательно учитывать, да, сколько вы съедаете остальных источников кофеина. Выводы. Я еще раз повторю, что горький шоколад это нейтральный или слегка вредный продукт. Да, все будет зависеть от того, в каком количестве, когда вы его употребляете и какой ваш остальной рацион. Если у вас за день вообще нет ничего сладкого, и вы съедаете всего 6 грамм шоколада, то это не очень плохо. То есть, шоколад не превысит норму сахара за день. А если у вас много сладкого, и вы еще решили съесть пол плитки шоколада, то это, безусловно, будет для вас вредно. Поэтому шоколад надо есть в умеренном количестве и смотреть, сколько у вас еще сладкого за день будет. Или, когда вы планируете съесть шоколад, вспомните, сколько вы сладкого уже съели за день. Далее. В каком количестве есть шоколад? Рекомендуемое количество это примерно 6 грамм в день. То есть, пол плитки съедать точно не надо. И тем более целую плитку. Вот 6 грамм, ну, по некоторым данным, там до 20 грамм, да, с этим количеством вы получите нужное количество антиоксидантов, которые принесут вам пользу. Иногда говорят, ешьте шоколад, это будет улучшать работу головного мозга и так далее, и так далее. Нет, сладость нельзя никаким образом рекомендовать для улучшения головного мозга. Мы можем сказать, что если вы хотите съесть что-то сладкое, да, вариант выбора – это шоколад. Шоколад, он будет оказывать положительное действие, а не только отрицательное. Ну, например, простой сахар или карамель, они вообще лишены каких-либо положительных свойств, в отличие от шоколада. Далее, если у вас в рационе очень много жиров, шоколад также вам будет только мешать, потому что в шоколаде в самом очень много жиров. Поэтому старайтесь включать шоколад в те приёмы пищи, где жиров было мало. Вот. Кроме этого, шоколад, безусловно, на перекусы лучше не включать. Наиболее хороший вариант – его включить на завтрак или на обед. Всем спасибо. Надеюсь, всем было понятно, интересно. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях.